Будем ночевать на площади в Хабаровске. Сироты объявили голодовку, добиваясь выдачи положенных им по закону квартир. 3 июня 2019 года, 21-4. Екатерина Суслова. В Хабаровске сироты, которые несколько лет не могут добиться предоставления положенного им по закону жилья, начали голодовку у здания администрации края. Протестующие намерены оставаться на площади Ленина до тех пор, пока власти региона не выделят им жилплощадь. Все участники акции уже обратились в суд и получили постановление о том, что государство обязано выдать им квартиры, однако это никак не изменило ситуацию. А.Т. пообщался с объявившими голодовку сиротами. В Хабаровске выпускники детских домов объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме с обеспечением сирот жильем. Акция протеста проходит на площади Ленина. Участники, сейчас их около 10 человек, собрались на площади еще утром в понедельник, 3 июня. По словам одной из протестующих, Екатерины Тупиковой, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока администрация не даст сиротам положенное им по закону жилье. Вечером 3 июня одна из участниц акции протеста все же покинула площадь, девушка потеряла сознание, и ее увезли в больницу. Однако остальные участники голодовки расходиться не планируют. «Мы собираемся заночевать здесь же, на площади, у нас есть спальные мешки. Ставить палатки нам по закону нельзя. Спать будем на лавочках», — рассказала Тупикова. По ее словам, у всех участников голодовки на руках есть решение суда о том, что по закону им должны выдать квартиры. Тупикова, например, стоит в очереди с 2012 года, а суд выиграла еще в 2014 году, но с тех пор так и не получила жилье. Делают, что могут. К концу дня к участникам голодовки вышел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона отметил, что не может прямо сейчас обеспечить всех сирот жильем. При этом Фургал заверил, что до конца года в Хабаровском крае сиротам будет передана 581 квартира. На эти цели, по его словам, выделили 861 миллион рублей. 15 июня вы получите список квартир, которые будут куплены и построены. И согласно списку квартир, список очередников. «Край за один год не может полностью построить для всех, у нас в льготной очереди стоят многодетные, инвалиды, врачи, учителя, молодые семьи. И всем необходимы квартиры», — приводит слова губернатора местной СМИ. Объявившие голодовку сироты признались, что уже не верят обещаниям властей, ведь подобные заявления звучат не в первый раз. Протестные акции сирот по поводу выдачи жилья начались еще в августе прошлого года. Некоторые из собравшихся 3 июня на площади Ленина не могут добиться квартиры уже больше 10 лет. Краевая администрация пытается поддерживать сирот, не имеющих собственного жилья, компенсируя им часть расходов за аренду квартир. Однако этих денег, по словам самих сирот, не хватает даже на то, чтобы снять самое скромное жилье. Бесконечные переезды Ютиться по съемным квартирам приходится, например, 24-летней матери-одиночки Марии Рокетянской, координатору инициативной группы хабаровских сирот, которые не могут получить положенное им жилье. Ее ребенку еще не исполнилось и 3 лет. Мария стоит в очереди на получение квартиры с 2014 года, а в феврале она выиграла суд о предоставлении ей жилого помещения. Я стою на очереди больше 4-х лет. До суда я была в очереди на 2089 месте. Я выиграла дело, и после суда стала 789-й. Но такими темпами жилье я все равно получу не раньше, чем через 5 лет, вздыхает Мария. Женщина отмечает, что хабаровский край выделяет сиротам, дожидающимся своей очереди на квартиру, компенсацию в 10 тысяч рублей. Однако на эти деньги в городе трудно снять даже комнату. Кроме того, женщины с детьми живут в постоянном страхе, что собственник жилого помещения попросит покинуть квартиру и им придется срочно искать новое жилье. Эти скитания по углам, вечные переезды, да еще с маленьким ребенком на руках, все это безумно тяжело, призналась Рокетянская. Добавив, что у многих сирот, до сих пор не получивших жилплощадь, уже есть собственные дети. Временный дом Вместе с другими протестующими на площади Ленина в Хабаровске свое право на квартиру пытается отстоять многодетная мать Анастасия Судакова. Женщина воспитывает троих детей, младшему сейчас всего полтора года, старшим – 3,5 лет. Семья живет в съемной квартире, за которую платит муж Судаковой. Сама женщина сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Мой муж работает, но мы собираемся разводиться. Я пришла сюда, потому что в случае развода аренду квартиры просто не потяну, даже если муж будет платить алименты. К тому же сейчас у нас очень тяжелая жизненная ситуация. Мы переезжали с квартиры на квартиру, брали кредиты, все это надо возвращать, рассказала А.Т. Многодетная мать. Во время встречи с протестующими губернатор края Сергей Фургал подчеркнул, что местные власти готовы помочь Судаковой и предоставить женщине временное жилье, пока она не получит квартиру. Однако сама Анастасия уверена, что ей могут дать разве что комнату в общежитии. Насколько я поняла, мне смогут дать комнату в общежитии, но жить там мы просто не сможем. Как я туда поеду с детьми, если там общий туалет, общий душ и кухня? Недоумевает Анастасия. Проверка СК. Неисполнение судебных решений о предоставлении жилья сиротам уже заинтересовало региональное управление Следственного комитета. Все участники голодовки в Хабаровске в свое время отстояли право на предоставление им жилья через суд, однако квартиры так и не получили. По факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю организована проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц правительства Хабаровского края признаков преступления, предусмотренного СТ. 293 УК РФ, халатность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Впрочем, Мария Рокетянская, 4 года пытающаяся получить положенную ей квартиру, утверждает, что сейчас в регионе есть сотни сирот, которым не дали жилье даже после судебных решений. Есть краевая очередь, она огромная, там почти 4,7 тысячи человек. Из них более трех тысяч уже нуждаются в жилье, то есть им уже исполнилось 18 лет. И есть еще очередь судебная, где свыше 800 человек стоят уже по судебным решениям, рассказала женщина. Сертификатов не дают. Хабаровские сироты неоднократно просили местные власти выдавать им не квартиры, а жилищные сертификаты, поскольку считают, что это позволит ускорить процесс получения жилья. Однако на встрече с протестующими губернатор Сергей Фургал сказал, что сертификаты сиротам давать не будут. По словам Марии Рокетянской, власти мотивируют отказ тем, что сирот могут обмануть при покупке квартиры. Еще одной проблемой для ожидающих своей очереди на жилье сирот стал вступивший в силу с 1 января 2019 года закон, согласно которому сиротам не могут выделять более 25% квартир в одном многоквартирном доме. Предполагалось, что это ускорит социализацию выпускников детских домов, однако сами сироты констатируют, что новый закон приведет лишь к росту очередей на квартиры. Построить дом на 279 квартир, а нам дадут в нем только 70, и то не факт, объясняет Рокетянская. Напомним, что с начала текущего года действуют новые правила формирования очереди сирот на жилье. Они должны частично помочь решению проблемы в будущем. В частности, право на собственную квартиру оставшиеся без родителей и дети теперь будут заявлять заранее, с 14 лет. Таким образом, к моменту совершеннолетия вероятность наличия в жилом фонде необходимой площади будет выше.